Референдум завершен. Подсчет голосов показал положительные результаты. В 33 статьи Конституции Республики будут вноситься поправки. Это первый этап в становлении нового Казахстана. Глава государства в своем обращении к народу выразил уверенность, что это только начало всех реформ. Конституционная реформа открывает возможности для модернизации всей правовой сферы. Парламенту и правительству на основе принятых в Конституцию поправок предстоит внести соответствующие изменения в законодательство. Казахстане с учетом мирового опыта необходимо разобрать реформы, направленные на построение эффективных правовой и судебной системы. Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов. Казахстану необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей. Стоит отметить основные поправки, которые будут внесены в закон. Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской. Родственникам президента запрещается занимать высокие государственные должности. Земля и ее недра должны принадлежать народу. Казахстанцы смогут самостоятельно обращаться в Конституционный суд. В Казахстане не будет смертной казни. Депутатский корпус мажориста будет формироваться по смежной избирательной системе. Президентскую квоту в Сенате сократят. Мажоритарная система позволит отозвать депутата по желанию избирателей. Исключаются положения об особой роли и привилегиях первого президента. По нашей Акмойской области более 80% принявших участие в референдуме поддержали стратегический курс президента страны, его предложения по политическому переустройству страны и, соответственно, конкретные изменения поправки в референдум, вернее, в Конституцию нашей республики, основной закон нашей страны. Разумеется, в последующий период будет реализация конкретных этих изменений и поправок. И отсюда резюме, что изменения и поправки – это всего лишь начало будущих реформ. Ставится очень широкомастабная задача переформатировать работу всех ветвей власти и вывести их наиболее эффективную форму управления государством.